Хей! Нашёл где-то здесь горы, совершенно случайно, на самом деле, набрал на Гармине, чтобы он искал любой тур до 80-90 километров, и он нашёл какой-то, где будет 500 метров подъёма. Здесь он уже начинается, но совсем немножко, и... да, педаль до сих пор скрипит, Кевин написал на Facebook, не уверен, что с ней смазал, то есть было видео о том, как я смазал, и синдром прошёл на... ну это буквально на несколько тысяч, наверное, километров, и всё, потом снова смазать ещё не помогло больше. Не хочу делать поспешную покупку, то есть всего этого корпуса педали, либо всего лишь шип сменить, написал им, посмотрим, что будет. Конечно же, сообщу вам, потому что такой информации в интернете немного, да, был такой трит о том, что водки, Кевин скрипят, но что, почему в итоге конкретных советов не было. Гармен, на самом деле, скачивает всякие туры людей, которые загружают тоже их в свободный доступ, вроде как я, в страву, и вот по ним потом ведёт, и вот такой вот поворот, здесь тупик, но на самом деле сюда я аж затормозил, на самом деле сюда, да, посмотрю, выберусь ли я из него или нет. Цепь тоже скрипит, ошибается уже слишком часто, это никуда не годится, нужно будет менять, хоть всё лицо заплыло. Сегодня первая, по-моему, более-менее действительно жаркая поездка по Гармену, 29-31 градус, и автобусы у нас до сих пор громкие, не электро. Так, не тупик, едем дальше. Блин, остановился под гору, велосипед отпустил из рук, он как с седлом ударит в поясницу, надеюсь, выжил. Но здесь вот весь газончик такой, не знаю, судите сами, насколько он опрятный или нет, можно, если что, пожаловаться роботу, который вот нарисован на табличке. Рядом, то есть за мной, стоит велосипедный магазин, давайте посмотрим, что он предлагает. А ещё рядом стоит центр Керчер, или Керхер, я не знаю, как он в России произносится, называется. Признавайтесь, кто моет не только вот такие вот дорожки Керхером, а свой велосипед. Не паримся. Так, марка Flyer, здесь я вижу сразу продаётся. Это, да, как видно, вот каретки такие огромные, жирные, это не какая-то старая технология, это и байки всё. Её цены 2 800, 3 400 за вот такой складной. По-моему, выглядит, ну, не очень, на мой взгляд. Так, что тут ещё? Давайте с той стороны потом обойдём. По-моему, Flyer нет в России, и мы сразу видим, что они оборудованы СКС крыльями в стоке. Вот такие вот такси-моторного цвета, такси-электромоторного цвета лесопедики. Вот здесь что-то уже поинтереснее пошло. О, да, шоссе, всё на месте. Такая вот штука, 150 евро, по-моему, многовато для вот такого штатива, для велосипеда. Но здесь всё есть. Не знаю, я вожу свой велосипед в основном в мастерскую, не трачу 150 евро здесь. Что тут у нас видно, я могу себе представить плохо. Я сам ничего не вижу. Это Giant, по-моему, да? Да, Giant PR2. Это колёса Giantские. Снизу, снизу. Это что такое? Мороз какой-то? Или что за... А, КТМ, КТМ. Фирма. Там просто на ROZ, по-моему, заканчивается. Это как мороз не погазался. Bulls. Bulls, КТМ, Giant и... Да, ещё один КТМ. Giant Anyroad стоит. Я не уверен, что хорошо видно. Пожалуйста, шлем от Uvox. Не знаю, что в нём именно особенного, но стоит он 70 евро. Сзади меня велосипедёры тоже проезжает. О, вот ещё шоссе, пожалуйста. Что это у нас? Это всё ещё КТМ. Цвет, конечно, супер. Скажи. Здесь обмотка. Тоже оранжевая. Бо, цвет мне вообще нравится. Вот у этого КТМ серьёзно. Вообще агро. Агрессивный такой цвет. Классный. Вот рядом Bulls стоит чёрно-белый. Не совсем. Подожди, это... А, блин. Думал он стоит 499 евро. Нет, на самом деле 1499. На чём он там, кстати? На Altegra. На Altegra это вроде как нормальная цена. Desert Falcon. Скорее всего, Cargon. Cardbon. MTB на XT за 3200 Bulls предлагается. И, не знаю, показать вам что-нибудь, что ли, бюджетное. Что тут есть бюджетное. И вот это опять КТМ, по-моему. Я чисто угадываю, но цвет просто фантастика. Вот этот зелёный. Вот на Focus тоже зелёный. Мне нравится как раз вот именно такая краска, а не красный. В следующем году, который из Алка Макс вышел, он был в красном. Но мне в зелёном больше нравился. Вот этот Bulls тоже такой пойдёт зелёный. И вот этот просто бомба. Рядом с ним тоже КТМ стоит. Такой Military Style. Мне сказали в интернетиках, что в Military уже больше не тема. Не знаю. Вот этот, короче, цвет 3000 евро они стоят. Почему они такие дорогие? Скорее всего... Так. Система SLX я уже вижу. Сегодня воскресенье, кстати, поэтому заходить я точно не буду. И вот так это всё выглядит. Ещё один Bulls. Bulls теата. Бычки всякие здесь. И это вот такой вот магазин CEG. О, вот это что такое у нас? XX Fat. Ёки-палки. Ребята, я делал недавно видео про BMX, но вот это, я не знаю, что это такое. Это Fat BMX или... Что на нём делают обычно люди? Без понятия. Не уверен, что вот так вот безопасно оставлять велосипед, потому что ветер и колесо закреплено между металла и... да, будет дёргаться, дрыгаться. Но вот эта секция меня интересует, 45 километров в час. Посмотрим. Так, вот это велосипедики, на которых нужны права. И вот это что-то очень интересное. Сзади супернова стоит. Какая же это... это флайер, точно. Всё интегрировано. Интересная модель, 4519. Рядом стоит за 5. Что-то огромное с двумя... С двумя, да, аккумуляторами. За 5000. Это, окей, седло Ergon. Должно быть всё удобно, без понятия. Ризен Мюллер. Тоже, наверное, такой фирмы нет в России, не уверен. Но Ризен Мюллер, в принципе, вообще такая очень крутая фирма. У нас она очень много всего производит, в том числе вот такие штуки с двумя аккумуляторами. Это круто. Ещё один вот Ризен Мюллер. 4200 стоит. Там рядом булл стоит. Если вы видите, нижняя труба рамы такая толстая. И там аккумулятор интегрирован, а не вот так уродливо, как у меня в том числе стоит наружу. Ну, как уродливо. Пойдёт, да. Велосипед для катания, а не для эстетики. Но если можно интегрировать, как и вон того там дальнего Кальхофф, интеграли S10, то почему бы и нет. Что ещё? Вот такие вот функциональные. Я не про фэтбайк. Здесь, хотя это фэтбайк с мотором, да. Тут, боже, это мощь. Это просто серьёзно неостановимая, непобедимая мощь. Но вот на этой штуке можно, в принципе, переезжать из города в город. Реально переезды оформлять. То есть не нужно машину, грубо говоря. То есть несколько заходов, в том числе с моторчиком. Если очень тяжёлое что-то вести, я могу себе представить, что накат у этого велосипеда не самый большой. Но с мотором всё это более-менее компенсируется. 5300 за этого молодца. Что ещё у нас тут? Вот Кальхофф S10 интеграли, да, 3600. А, это И10. Это, скорее всего, урезанная его версия. 2600 тоже есть электро. 53-й размер мой на Боше. Performance Line, окей. И вот здесь что-то уже пошло подешевле. Один e-bike. Так, посмотрим, какой из этих e-bike от КТМ. Интересно, какой? Да, как было видно, электробайков очень много. Выбор огромный. Велосипед мой до сих пор стоит, не падает. Молодец. И кто хочет посетить этот магазин, он называется всё-таки Farad Shwan. С одной N. И тут не перепутаешь, он рядом с Мак-говном. То есть можно ориентироваться. Огромный выбор, всего и вся. КТМ. Я не сильно знаком с ценовой политикой этой фирмы. фирмы, но думаю, что сильно дорого это не может быть. Bulls, Bulls тоже. Это что-то ниже немножко фокуса. Я бы сказал, Giant здесь тоже продают. То есть цены должны быть в порядке. Блин, ребята, вам только что-нибудь рассказывай. Отвлёкся, всё, дождь уже крапает. Нужно опять наблюдать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, в Германии на велосипеде не заблудишься. Везде вот такие указатели красные, в том числе маленькие стрелочки, которые, возможно, не всегда видно, но в большинстве, абсолютно в большинстве случаев, куда тебе нужно. То есть направление есть. Но вот по туру, который в итоге я скачал, была вот такая вот велодорожка, да, но не совсем для шоссе. Дух вытрясло так, что и моментами оказалось, что бицепс находится в районе трицепса и наоборот, короче. Но пойдёт. Сзади вон ещё кто-то едет, значит, в принципе, люди здесь ездят.